Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами я Жека и сегодня мы вернемся спустя какое-то время в приключение в истории Американа Маги, Гримм, а именно второй эпизод Красная Шапочка. Что же нам поведают про эту альтернативную сказку сам Американ Маги? Будет интересно послушать его версию, а мы начинаем погружаться в этот мир. Ииии экшен! Итак, вот задачка. Каким образом маленькая Красная Шапочка, непослушная девочка, у которой с глазами, судя по всему, так же плохо, как и с головой, могла избежать верной гибели, Повстречавшись с самым злобным и страшным обитателем леса, м? Да никак! Ясно как день, что это было невозможно! Только ни слова, братьям... История начинается со стандартного конфликта матери и дочки. Мать дает своему ребенку подробные указания и советы. Дочка же немедленно плюет на них. Какова мораль? Красная Шапочка, отнеси-ка эту бутылку вина и пирожные своей бабушке. Она заболела и плохо себя чувствует. Иди прямо, никуда не сворачивай и не разговаривай со встречными. С радостью, мамочка, я сделаю все, как ты скажешь. В лесу обитает много разных животных, и далеко не все из них годятся на роль домашних любимцев или еды. Какие прелестные маленькие зверушки, так бы и съела их всех. Доброе утро, маленькая Красная Шапочка. Куда это ты направляешься в этот прекрасный день? Навестить свою бабушку, сударь. Она живет у трех больших дубов. Прекрасно, прекрасно, малышка. Не торопись особо, погуляй. Правда, нынче славная погодка. Какая отличная мысль. Половлю-ка я пока бабочек, да соберу для бабули цветов, тот она порадуется. Какая доверчивая дурочка. Волк уже решил, что на обед у него сегодня бабушка, и пока внучка занимается всякой ерундой, он уже вовсю пронесется к трем дубам. Бабуля обожает цветы, я нарву для нее путетик. Она даже не заметит, что я опоздала. Маленькая Красная Шапочка уже продемонстрировала, что быстра, как раненая улитка, да и ума у нее примерно столько же. Так что нет ничего удивительного в том, что волк добрался до бабушки куда быстрее. Заходи, маленькая. Маленькая Красная Шапочка, и неси сюда вино и пирожные. А откуда она знает, что я ей принесла? И голос у нее такой, будто она сильно простыла. Ой, бабуля, я сразу и не заметила, что у тебя такой большой рот. И вообще, ты как-то странно выглядишь. Внешность иногда бывает обманчивой, моя дорогая. Естественно, ее мольбы о пощаде остались без ответа. Волки не щадят свои жертвы, это не в их природе. Итак, маленькая Красная Шапочка присоединилась к своей бабушке в темном брюхе волка. Все же мне кажется, что-то здесь не так. Или волки, или удавы имеют гораздо больше общего, чем я думал. Бабуля, а я тебя ищу, думаю, куда ты пропала. Я принесла тебе вина и пирожных, но в твоей постели оказался волк. А что это за запах? Ну, если я ничего не путаю, дорогая моя, мы в брюхе у зверя. Не похоже. Воняет хуже, чем у нас в сортире. Но здесь немного чище. Кажется, это рука мистера Шмидта. Я узнаю ее по татуировке. Но спасение не заставило себя долго ждать, хотя больше чуши представить сложно. Мимо проходил дровосек, обладавший, судя по всему, великолепными познаниями волчьей анатомии. Этот достойнейший муж, увидев, что брюхо бедного волка раздута прямо-таки до неприличия, решил облегчить страдания животного и распорол ему живот острым, как скальпель топором. Так он спас несчастную бабушку и непутевую внучку от пагубного воздействия желудочного сока кровожадного хищника. Ох ты! Ну ничего себе! И что же вы там делали, позвольте спросить? Нас сожрал волк! Там было очень темно, у меня теперь глаза болят. Ну нельзя же винить зверя за то, что он просто хотел есть. Я зашил ему брюхо и отпустил на волю. Надеюсь, это послужит ему уроком. Вот как? А ты что думаешь об этом, бабушка? Мы будем есть пирожные и пить вино после того, как я приму горячую ванну. Волк хорошо усвоил урок. Все люди полные идиоты. Нет, вы сами посудите. Что за мать пошлет свою дочку одну в темный лес? А ребенка, принимающего кровожадного волка за свою любимую бабулю, вы можете себе представить? Да еще и никто не умер! Бред какой-то! Впрочем, если вы хотите сделать эту прекрасную сказку со счастливым концом немного живее, Играйте дальше. А ведь еще совсем недавно ей можно было спокойно вернуться домой. Вот чем может обернуться простая прогулка по лесу. Здорово, правда? И даже не думайте за мной спорить. Мать отправляет свою дочь красную шапочку поухаживать за ее старухой-бабкой И упрашивает девочку идти прямо и никуда не сворачивать. Как мило, не правда ли? Фу, гадость. Сейчас мы это исправим. Сделай это низко. Вперед! Да, а если так вдуматься, то на самом деле бредовей сказки никто еще не слышал. И это еще не предел. Окей, сделаем это низко. Очень низко. А, как там? А, прыгать можно. Бум! Красотища! На! А, хватит чистить тут ебанок. Оставь нам счастье, Гри! Нет, не оставь нам счастье! Режем задом! Как там было в прошлой серии? Не оставляй все. Режем задом! Лучше. Греж вонючим толстым задом. Сделай это погано. О, да. Помоги мне! Не помогай! Честь, честь, нет, поможет. Я загрязываю, что все. Честь, честь, нет, поможет. Грим, грязно. Грим, грязно. Грим, грязно. Грим вернулся. Грим. Назад вернемся, они там чистят. Хватит чистить. Хватит чистить. Я для вас, что ли, гажу здесь. Бей задом. Хе-хе. А на самом-то деле интересно посмотреть, а что за альтернативную историю для нас готовит Грим. Это было бы очень презумно и интересно. О, тут что-то очень печальное. И... Блин! Мы идем в гости к бабушке. Если нам повезет, она отбросит копыта еще до того, как мы дойдем до ее дома. Ха-ха-ха-ха. Ах-ха-ха-ха. Ах-ха-ха-ха. Грим, ты печален. Сделай это. Грязно. О да, детка. Без проблем. Вперед! Вперед! Грим расскажет новую сказочку нам. Где мы гадимся по сторонам. Пам-парам-парам-папам-папам. Целька. Вонючая. Вонючий делаем. Бррррр. Ну, низко, давай, почти. О! А, надо грязно сделать. О-о-о. В воду нам нельзя. А, тут цветочки у нас шалят, да? Хватит шалей цветочки. О-о-о. Что-то потемнело. Что-то очень-очень-очень потемнело. Грязно. Бей могучим толстым заладом. Пам-парам-папам-папам-папам. Пара-дадам. Пара-дадам. Белки. Тиш. Хватит чистить. Я шо, для вас тут ганжу. Динь-динь-динь-динь-динь. О, там монетка даже какая-то. У-у-у-у. Теперь уже не тайна, а? Воу-воу-воу-воу. Ручки. Маленькая красная шапочка встречает в глухом лесу серого волка. Неудивительно, что она совсем не испугалась. Мои кошки. И то выглядят куда страшнее и злее. Сделай это. Тухло. О-кей. Тун-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. О, теперь ты реально страшен. Тухло-тухло. Наша задача. Все сделать тухло. Все затухло. Нам туда не пройти, что ли, да? Болеее. тухло тухло надо тухло тухло олени хватит я могу вас как-нибудь заставить нечистки не могу мерзко дохленькие речки ударим обязательно мне даже безумно интересно теперь альтернативную история ну нечистить альтернативную историю узнать это правдивая сказка я люблю нихрена себе зайчонок сам грим убежал волк сломя голову несется в дому бабки а красная шапочка рвет цветы от же бестолочь что не дождусь когда старая карга окажется у волка в пасти а красная шапочка пусть погорюет и поделом ей сделай это погано окей зайчик ты с нами рет не зайчик не хочет нам помогать зайчонок где ты там зайка побегай к идем со мной ну пошли будешь моим маленьким карманным зверьком не хочешь ну да я хрен такой карман где найду наш блин похож на какой-то очень 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 плохого и ноги спорта то вот эти чистые череп они уча попадаешь скелеты на полках лежат и моя радость морге погаснут огни скелеты на полках лежат мухи над ними кружат и моя радость очень-очень громко стало если честно давайте чуть-чуть потише сделаю звуки и фон потому что ну как-то а вот диалоги погромче наверное очень громко что даже не особо ну хватит чистить мне еще много надо загрязнить а вы меня тут чистите хватит чистить о да детка преврати это поганый он идет он идет он пришел уже ну потому что она там бей тяжелым мощным задом окей это чё за расизм мне не понял у меня от всех живых цветов сразу сопли в три ручья маленькая красная шапочка подходит к дому своей бабушки в лесу девчонка добралась до своей бабки но успела ли она вовремя я очень надеюсь что нет сделай это грязно без проблем чё впервые что армия скелетронов он таран 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 мы убьем всех котят всех котят мы убьем и что не может грин ты заставляешь меня думать о плохом думать о плохом уничтожить все руки-ноги валяются там сям мы убиваем все это игра игра низко и наука и меня тот грязно все мы делаем в округе большая территория чтобы я откладываю на дамбе и тяжелым мощным задам без проблем чё впервые что ли перепрыгиваем я почти здесь я почти тут ватафак это чё было нет они чистят 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 красная шапочка смекнула что случилось нехорошее но это только начало давай волчара жри я сделай меня начало я скушал волчара птички что-то вообще очень плохо птичек ух нам гадко это надо сделать ужас ужас хватит честить хватит честить не чести мне тут не для тебя я загаживаю что ты мне почистил тихо а ну разошлись ребята ну чё тут ваще там все попутали начали они нету пока я вот тут кто-то это они мне пакостят и могучим или мощный кавалерия жопная кавалерия на подходе так так я смотрю у меня кое кто тут вообще планы жутко портит начинает ну прекращаем у меня уже почти гадко но они мне тут сейчас все почистят хватит честить смеси за там бейся окей окей я вот это вот сейчас пройду чтобы они мне ничего не загадили вот нормально хватит о начали превращать нормально их стали превращать это очень здорово это очень здорово теперь они нам мешать не будут и мы сделаем это гадко очень гадко бабуля ты готова сильно задом от души у них рена себе грим грим вау 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 грим и грима съели ну чё бывает чешие глаза а что тут грязнить тут и так все грязно может тут чистить надо брюхо животного фу какая мерзость вот здесь уж точно не помешало бы навести порядок и хватит уже лакать желудочный сок грим как ты это смог придумать я не знаю боги 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 так чистить щеков тут нету так что у нас есть больше шансов пока по крайней мере нету через чистильщиков так нам на ту сторону как-то надо окей без проблем это топорчик да это типа топор у привет бросик как дела чё делаешь сделай это грязно селезенка было я надеюсь у него не будет никаких чистильщиков здесь по крайней мере я не вижу так что-то там у тебя не очень хорошо с твоими сундук какого фига у него в желудке сундуки я вон что у него сберегательная касса у себя в желудке выводит так хорошо и как мне тут чапкой лупи это понял как мне до туда достать где мне пробежать а но здесь мы здесь да это это мы допрыгнем это еще раз топорчик достал тебя что-то и и сюда я это на тебя написали прям постал на какой-то гриб тебе повезло что они они сюда идет балван дровосек чтобы спасти этих тупиц от вполне заслуженной участи друг не спеши пусть они еще немного переварится ну пожалуйста сделай это мерзко без проблем чё ты меня только попроси я съешь с радостью сразу окей он вижу тайничок сейчас я квиты тайничок наш так вонюча погано и мерзко мы делаем все в округе мы это делаем потому что все в округе этого заслужили они должны быть вонючими мерзкими противными так будет с каждым кто не будет чистить зубы и не слушаться родители грим придет и накажет вас что вы не послужили откладывая на дом бей тяжелым мощным задом окей без проблем я буду я буду я буду почему не поведу а вот а вот за волк не тебя даже чуть-чуть жалко что ли тебе тебе явно больно она ничего гриму все равно дровосек ты маньяк ты в курсе что ты маньяк органы падают сердце тонет 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 она тонет чей черед духа она ему не нужно было явно зачем ему сердце зачем волку сердце красную шапочку ее бабушку спасает дровосек что же все хорошее имеет свойство заканчиваться я дух надеялся что они там растворяться совсем но увы дровосек спас их нищемные жизни и теперь они жаждут мести ладно тогда придется сделать так чтобы она была страшной сделай это погано много тревосек давай да поскорей давай да поскорей мы уничтожим все вокруг мы сделаем грязней парам по помпо 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 черед в ручье уничтожить все вокруг делал грязным и вонючим есть гримовская задача как-то надо мостик сделать белочка белочки вы совсем уже обелели белочки чет мне не нравится как у вас настрой хороший такой нету чистить все умудряетесь а ну прекратить грязно грязно грим сказал грим сказал грязно не надо чистить мне тут хорошо белка белка-то-то белка хлопнем хлопнем и на волка очередь дошла несправедливо вы не находите зверь вел себя совершенно естественно он всего лишь хотел есть но если уж ему суждено умереть пусть его смерть будет ужасной сделай это гадко грима ты вообще не добр никому я так смотрю да что такое дровосик кошка у тебя чуть-чуть потерялась сознание это ничего сейчас мы все сделаем галинга и мерзенько и будет чудненько а наверно просто нравится чтобы здесь было все грязно и место хе 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 а ты честь беги от меня беги давай превращаешься они спрятали тушки они спрятали тушки ну дай мне эту монету ну ну ка Что я нашел на этот раз? Они спрятали тушки умерших волков под листьями, но это не помогло им. И я уничтожаю все в округе и нахожу их все изъяны. Даже у самого чистого лепестка есть свои темные пятна. Нам надо сделать это гадко. А чтобы нам сделать это гадко, нужно нам уничтожить всех, кто нам мешает. И там белки что-то чистят, и походу мне на ту сторону надо. Белочки, вы совсем офигели. Вы совсем уж офигели, белочки. Пора бы вам преподать урок, чтобы не чистили вы впрок. Круши, ема! Так, не сюда. Мне чуть-чуть гадкого еще. Да ема я, я застрял в клетке. В клетке я застрял. Бей задом. Ударим хорошенько. Да, конечно, без базара, Гримм. Че? Попроси только. Я ж с радостью. Тинь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь. Кавалерия жопная идет на помощь. Бей задом. Брак к праху, пыль к пыли, был волк, помер и забыли. Ха-ха-ха-ха! Любо дорого посмотреть! Вот теперь, после этих небольших изменений, сказка стала хоть на что-то похожа. Да, сами посудите, когда маленькая девочка встречается в лесу с голодным, злющим волком, каковы шансы, что они разойдутся миром? Никаких, ни единого. Кому-то придется умереть. Так что, как видите, внести изменения было просто необходимо. У нас не было выбора. Шапка, лентяйка ты чертова! Дуй в лес и посмотри, не склеила ли ласта и наша старая корга. Если еще нет, стащи у нее яйца или кусок сыра и живо назад домой, а то я тут с голоду подохну. Подойди поближе, моя голубка. Из маленьких птенчиков получается славная закуска. У этого птенчика клюв тебе не понравится. Мы с тобой еще увидимся. Я иду к бабушке, а у нее есть ружье. А, к бабушке, значит. Ну, я уж постараюсь обойти стороной эту паршивую лачугу. Бабуле нужны цветы, после них в доме не так воняет. Она никогда не спрашивает, откуда я их беру. Ох, я так обожрался, что меня сейчас сожнит. Бабка была совсем никуда не годной. Ох, впрочем, в животе всегда найдется место для десерта. Извини меня, но выглядишь ты просто ужасно. Зато изнутри я очень даже ничего. Доброе утро, маленькая красная шапочка. Куда это ты направляешься в этот прекрасный день? Бабуля, скальпель у тебя не при себе. Он у меня в переднике, вот черт. А то бы мы вспороли ему брюхо и выкатились отсюда. А как насчет заднего прохода? Печки есть? Можно было бы воспользоваться утечкой газа. А у жапок? Увы, из одежды у меня нет ничего, кроме костума Евы. Обожравшийся и совершенно беспомощный волк в итоге попался на глаза охотнику, который выслеживал его целый месяц. Лишь по счастливой случайности красная шапочка и ее бабушка избежали ужасной смерти этого грозного топора. Обе они выкатились из разборотого брюха волка, перепачканные вонючие, но, по их словам, еще вполне хоть куда. Бабуля, в лесу темно и страшно. Тебе надо переселиться к нам в деревню. А мне бы тогда пришлось чаще видеться с твоей мамашей. Нет, уж благодарю. Да и в лесу теперь стало безопаснее. Но в нем еще бродят злые волки, в следующий раз тебе может не повезти. Могло быть и хуже. Ты бы тосковала по мне, а никто другой про меня бы и не вспомнил. Нет уж, я еще небо покопчу. Может, они и выжили, но я в этом сомневаюсь. Перо в своей сказке прямо говорит, что волк их сожрал, а значит переварил. Прямо на душе тепло становится, когда все герои сказки наконец-то получают по заслугам. Итак, пусть у всех наших сказок всегда будет такой же счастливый конец. До новых встреч! Да, честно говоря, вот эта злая красная шапочка мне безумно напоминала Стьюи из Гриффинов. Но четко подумаем, такой саркастический юмор. Прикольно, мне понравилось, не знаю. Когда следующий Американ Магии грим будет, я не знаю, на канале, но не знаю. Безумно вот эта серия мне понравилась. Красная шапочка обыграна в безумно интересной такой стилистике и под современный немножечко лад. Отношения родителей, бабушек, дедушек, старая корга, скопы. Я еще не оба покопчу. Все безумно было интересно. Хотя и данная игрушка рассчитана более для взрослой аудитории, наверное. Так что, скорее всего, я какое-нибудь ограничение поставлю. Там, например, совет. Там, примерно, 16+. Огромнейшее вам всем спасибо за просмотр. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. И не забывайте советовать этот канал друзьям. А всем удачи, до скорого. И будьте хорошими детьми. Зачем вам вот такое вот плохое будущее? Я знаю, что правду навести, дать вашим страхам расцвести. Давай удачу под замок. Всем вам испорчу. Дайте замок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...